Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Джубкаев и коротко о главном. WorldSkills студенты Индустриально-технологического колледжа Черкеска будут учиться в новых мастерских оборудованных по международным стандартам. Все мыши любят сыр. В Республиканской филармонии состоялся спектакль Абазинского драматического театра. Широкий ассортимент свежей качественной морской рыбы и деликатесов представили на рыбной ярмарке. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова с участием полпреда Юрия Чайки. Были рассмотрены вопросы об организации деятельности по профилактике терроризма на территории муниципальных образований в субъектах СКФО, направленной на устранение причин и условий формирования террористических ячеек, а также сокращение пособнической базы. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам профилактики угроз терроризма в округе и выработке мер по совершенствованию антитеррористической деятельности. Участники заседания подчеркнули важность активного взаимодействия органов власти и местного самоуправления в целях недопущения формирования пособнической базы террористов и числа местного населения. Студенты Индустриально-технологического колледжа Черкеска будут учиться в новых мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills. Работа по переоснащению, модернизации и содержанию была проделана в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Открытие современных мастерских состоялось в торжественной обстановке. На мероприятие побывала и Альбина Кламкова. А ты, молодой, не стала для любви, у терялись детей, у терялись души. А ты, молодёжи, ты, как и во дворе, надёшься для себя и надёшься для друзей. Для молодёжи Индустриально-технологического колледжа Черкеска создание новых мастерских стало праздником. Для них рабочие профессии в приоритете, а новое современное оборудование станет большим вектором для всего среди специального звена. Отметили гости торжественного мероприятия. Благодаря этим мастерским, а я хочу подчеркнуть, что это многофункциональные площадки, которые будут использоваться в том числе и для обучения вас, дорогие ребята. Они также будут использоваться и в профориентационной работе наших учеников, учащихся школ непосредственно. Также могут повышать квалификацию и переподготовку проводить среди работников предприятий нашего региона. И будут использоваться и реализовываться программы дополнительного профессионального образования среди людей предпенсионного возраста. Студентам пожелали успеха в оттачивании навыков в созданных современных условиях. Затем, после торжественного открытия, все прошли на экскурсию. Гости и приглашенные познакомились с оснащением. Разместили оборудование в четырех мастерских. Мастерские оборудованы по соответствии с требованиями международной организации WorldSkills, в соответствии с их инфраструктурными листами. То есть закуплено оборудование, закуплен инструмент, закуплена техника. Из техники мы получили автогрейдеры, мы получили трактор-бульдозер, мы получили легковой автомобиль Kia. Новые мастерские – это база, которая даст возможность перейти от индивидуальной к массовой подготовке профессионалов по высоким требованиям WorldSkills и Обилимпикс. В итоге студенты получают качественное образование и высококвалифицированные кадры для реальных производств компаний и конкретных работодателей региона. Практическое обучение проходит на современном оборудовании и специальной технике. Студенты выполняют уверенно серьезную работу по ремонту легковых автомобилей, обслуживанию тяжелой техники. Мы разбираем двигатель восьмой колокольчике. Сложно ли? Нет. Все марки автомобилей, Урал и КамАЗ, мы тоже обучаем здесь на категорию С. Категория С, кстати, у нас бесплатная. Потому что они в программу входят. То есть вот здесь вот учатся, а потом уже, как дети говорят, здесь сложнее, чем реальность. Легко ли обучаться на тренажере? На тренажере сложнее. Для обучения по профессии машиниста-экскаватора и управлению автогрейдером помогает другой автотренажер. Нас обучают, как правильно работать этим транспортом, чтобы в дальнейшем не опрокинуть этот экскаватор на реальных событиях. Программа позволяет студентам освоить управление гусеничной техникой и выполнять наиболее характерные для этой машины рабочие задачи. В этой аудитории установлен тренажер для обучения на легковом автомобиле. Программа вождения задается по желанию курсанта или же заданию преподавателя. На нем быстрее получить необходимые навыки, научиться управлять автомобилем в различных ситуациях и погодных условиях. А самое главное – безопасно. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается бабье лето. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. В Республиканской филармонии состоялся спектакль Абазинского драматического театра «Все мыши любят сыр» для детей сотрудников органов прокуратуры, посвященной 300-летию ведомства. Альбина Кураченова-Кенжева побывала на мероприятии. Первый заместитель прокурора республики Санал Бахников поздравил с грядущим юбилеем работников прокуратуры, а за сотрудничество и великолепную постановку вручил грамоту актерам Абазинского театра. Прокуратурой республики совместно с артистами Карачаева-Черкесского государственного Абазинского драматического театра подготовлен спектакль, который призван в наших детях, детях прокурорских работников, детях Карачаева-Черкесской республики, воспитывать мужество, доброту, любовь к ближнему. Спектакль «Все мыши любят сыр» по одноименной пьесе венгерского драматурга Дюлы Урбана режиссера Эльдара Агачева повествует о двух мышиных семьях, которые противостоят друг другу. Хоть они и относятся к одному семейству, но у них масса отличий и цвет, и интересы, и условия жизни. Мамы мышат негативно относятся к дружбе своих отпрысков. Вся история начинается, когда семья белых мышей решает поселиться на той же сыроварне, где уже сытно и спокойно живет семья серых мышек. А уж когда началась дружба сыночка с дочкой этих наглых незваных гостей, начинается самое интересное. Романтичная история Ромео и Джульетти в мышином царстве заканчивается хэппи-эндом. Постановка обращает внимание на то, что нужно быть толерантным, уважать выбор своих детей, несмотря на цвет кожи или социальное положение. Актеры театра показали достойную яркую игру и перенесли присутствующих на ароматную сыроварню. Актер Зураб Капсергенов в роли Альпина пустил в ход театральный прием. Актриса Диана Каблахова говорит, что в роль Виолетты было легко перевоплотиться. Определённые спектакли, когда есть так называемая четвёртая стена, в этом спектакле именно я использовал вот этот приём и старался в зал не смотреть. Не хотелось бы отвлекаться на то, как на это реагируют дети. Когда детки довольны, их глазки блестят, нам приятно и играется хорошо. И спасибо нашему маленькому зрителю. Я как-то быстро вжилась в эту роль, потому что Виолетта, она близка мне, и как-то легко играется. Режиссёр чётко попадает в наш образ, роль выбирает как-то правильно. По окончании спектакля от работников прокуратуры детям раздали сладкие подарки. Ребята получили невероятные эмоции от просмотра пьесы. Мне понравилось, как они танцевали, если вот так мяу говорил кот. А мне понравилось, когда кот так левукал, очень грустно левукал. Поняли, что ссориться нельзя. Ну да. Сейчас актёры работают над новой постановкой и скоро планируются гастроли по республике. Альбина Курачинова-Кенжева, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Черкесске продолжает свою работу рыбная ярмарка. По традиции на ней представлен широкий ассортимент свежей, качественной морской рыбы и деликатесов. Светлана Шаганова подробнее. Осенью организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу. А купить настоящую, вкусную и ароматную можно на ярмарке. Рыбаки Камчатки привезли огромный ассортимент свежей рыбки. И вот она на прилавке во всей своей красе царицы лососевых – чавыча. Самая красивая и самая вкусная – это чавыча царицы лососевых. Также есть кижуч на сегодняшний день, есть кита, есть горбуша, есть палтус. Палтус считается самая жирная рыба, но она самая полезная и самая диетическая, потому что она хорошо усваивается у нас в организме. Есть белорыбеца, это северная рыба. Она тоже очень вкусная и тоже полезная. Одна из самых деликатесных рыб – палтус. Его особо ценят любители вкусной и полезной еды. Посмотрите, какой у нас палтус на сегодняшний день. Просто шикарнейший палтус. Постоянный гость на наших столах – сельдь. Она является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, фосфор, калий. Самые ценные источники омега-3 – это жирные сорта рыбы. И поэтому рыбка на ярмарке – то, что надо. Ну и, конечно, красная королева – икра. Можно продегустировать и выбрать по вкусу. Принято считать, что у самой вкусной икры должны быть самые большие икринки. И вот они перед вами. Кстати, укрепляет иммунитет. Большой выбор консервов, кальмары, мидии. Ярмарка рыбной продукции будет работать до конца недели в Центре развития предпринимателя на Горького-8. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Крачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова